Доброе утро, дорогие друзья! Это, кстати, мой номер, гостиница Озерная. Мы находимся в Надыме. Давайте две секундочки вам покажу, как у меня тут все выглядит. У меня двухспальный, двухкроватный номер. По две подушки, кстати, очень удобно. Вот этот свет, с этой стороны. Вот это неудобно включается. Это мой санузел. Выглядит вот так вот. Сегодня был на завтраке. Завтрак у меня включен. Кушал кашку, бутерброды с вкусной колбаской, сырокопченый, сырок, яйцо. В общем, наелся, выпил две кружки кофе. Ух, хорошо. Единственное, я не могу привыкнуть, что столько много надо одежды одевать. И тут так шпарят батареи. Но я думаю, по-другому здесь не выяснилось, сколько снег. Загрубую до моего окна. В общем, всем доброе утро во все ваши города. Мы отправляемся сейчас кататься на каток. Будет круто. Давайте еще отмечу, что здесь есть холодильник. Есть телевизор, не включал, не проверял. Кондиционера тоже не вижу. Два шкафчика. Шкафчики закрываются, просто мне так удобнее. И еще я вчера ходил в Киевсе здесь рядышком. Есть что-то? Думаю, ну пойду попрощаюсь. Крюшек острых покушать. Ой, вкусно мне было. Нож кострый съел. Все, в тех точно пошли. Ну сколько одежды, ребята. А, кстати, спасибо за подарки. У меня теперь в цветах, во-первых, моих любимых. Во-вторых, это еще говорит о том, что это символика севера. Как клево. Пошла жара. Дум-дум-дум-дум. Все, все, не ветер. Вот она выглядит так. А вот там у нас озеро, набережная. И там я уже вижу, что олени упряжки бегают. Ветер, мне нравится. Нам сейчас не туда, а нам вот в ту сторону надо. Пошли. Я, кстати, уже тут ориентируюсь, так сказать, неплохо. Понимаю, куда мне идти. Тут в город небольшой. Сегодня с утра познакомился с мужиком, который тоже приехал специально на соревнования оленеводов. То есть довольно-таки популярная тема. Говорит, тоже очень понравился город. Очень классно все смотрится. И мне радость, что не только у меня такие эмоции, мы прям освещающие. Так, друзья, мы приехали. Кстати, отапливаемое по размещению. Очень классно сегодня, потому что на улице холодно. Мне кажется, на минус 20 с чем-то. Вот каток. Надо открытым небом или под открытым небом, правильно сказать. И у них есть 47 коньки. Сейчас будем убиваться. Одели конючки. И я пошел самоубиваться. У меня, прикиньте, со мной... Девушка сопровождает. Она на севере живет и не умеет кататься на коньках. А я сейчас такой пропущу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну что, ты будешь уже падать? Да, я буду падать. Я еду. Меня ветром, короче, толкает. Класс. Именно на севере у меня вот, походу, очень тонкие... Ой, как их пахнет едой. В общем, очень тонкие капилляры. И идет постоянно кровь из носа. Это прям вот печально. Не буду надеяться, что закаляться. И все будет хорошо. Это не из-за давления, потому что голова не плюжит. Ничего не плюжится, хотя здесь кислорода мало. Вот именно из-за холода. Ну что, ты готова первую пасть сделать? Нет. Прыжок. Прыжок. Почему у вас в городе никто не катается на коньках? Вот, дуб. Знаешь? Я бы вот рекомендовала всем ходить с кем-то не местным, принеслим или там... В основном, много таких, особенно сейчас. Сейчас-то приезжают люди в гости. Кому-то родственники приезжают. И вот кто-то вообще никогда никуда не выходил. Много работы. Вот я бы предлагала тем, кто активный, потому что уже приелось ходить с новым человеком, потому что это новый взгляд. Да, на все вокруг. Я даже на каток я по-другому посмотрела. Ты вот удивился, что бесплатный каток и достаточно дешевый прокат, да? Вообще... Для нас это обыденность. Мы как бы это... Ну, когда для тебя это... Когда у тебя это в полном доступе, тогда это не ценишь. А столом человека начинаешь на это смотреть... Понимать. Да. Ух ты, штырико. Смотрите, это в национальных костюмах. Кстати, ребята, здесь чукчи нету. Я прям просил, Юра, расскажи им, говорит, вы здесь чукотки. Здесь чукчи нету. Это на дым, ребята. Здесь есть ханты, манси. Какие еще? Ненцы. Ненцы. Но чукчи нету. Вон, кстати, видите, пошли вот в национальных костюмах. Я так понимаю, это именно они, да? Да, у нас будет возможность с ними лично общаться, кстати, в час дня. Отлично. Говорю, что детей, да, посмотрим? Вот что-то интересное. Да, 1,45, если я не ошибаюсь. Я проверю по плану. Посмотрим деток, как они передают подарки из ладошки в ладошку. Акция называется. Проводит наш специалист. Инга Миссии. Юра катается, ребята, это прям... А я не упал. Я могу упасть только вот из-за камеры. В общем, очень классный экспириенс. О, еще один, смотрите, национальный костюм. Кто-то не умеет кататься на коньках, знайте. Особенно, знаете, с таким количеством одежды я вот чувствовал, что на карток надо все-таки одеть свою, которую я с юга привез. Потому что вот в таком количестве одежда неудобно. И давайте один куточек прокатим все время. Я не упал. Вообще у меня сейчас максимальная концентрация, потому что на мне ответственность за съемку, за камеру, за себя. Ну, я считаю, что получилось очень хорошо. Ого! Еще и все, сейчас я тебе даже по кругу кататься. Вы что-то необычный оператор. От души, спасибо тебе. Ну, и вам, друзья, всем огромнейший привет. С надыма! Здесь очень круто. Коньки очень классные. Мы погнали дальше, а то столько впечатлений должно быть. У меня успеет. Это будет прям обидно. Слушай, здесь есть освещение, по идее. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может, здесь и ночью покататься можно. Слушай, здесь есть освещение, по крайней мере.